Санкт-Петербургский экономический форум – это крупнейшая в России площадка для обсуждения проблем экономики и ее основных трендов. Главная интрига этого года – не помешают ли известные политические события экономическому форуму. Ответ стал ясен с первых минут. Бизнесмены подчеркнуто дистанцируются от политики. Напротив, любые торговые ограничения или санкции названы главным тормозом мировой экономики. Эта мысль стала лейтмотивом саммита лидеров глобального бизнеса. По оценкам ОСИГИ, 1% прироста внешней торговли может давать от 1 до 3% роста главного внутреннего продукта и доходов граждан. Хотелось бы призывать политиков, тех, кто принимает решения, решать политические проблемы, прежде всего, дипломатическими методами, но не наносить ущерба экономикам наших стран. Публичные заявления и обсуждения – это только часть форума. Другая – бизнес-переговоры. Здесь решается судьба миллиардов и масштабных проектов. Например, Вологодщина может получить до 2000 новых рабочих мест при создании газохимического кластера, который позволит рационально использовать фракции природного газа, получая новые продукты с высокой добавленной стоимостью. При этом отчисления в бюджеты разных уровней могут вырасти на 3-4 миллиарда в год. И областные власти готовы поддерживать таких инвесторов. Мы контролируем технологическое присоединение, обеспечение сырьем, обеспечение и подготовка кадров вместе с компанией «Фосагра». Все стадии проекта находятся под полным нашим контролем. В рамках региональных налогов и льгот обсуждаются вопросы предоставления льгот по налогу на имущество, транспортному налогу, налогам тем, которые находятся в юрисдикции региона. Отличительной особенностью форума стала социальная направленность некоторых сессий. Современный бизнес меряется не только капиталом, но и уровнем благотворительных программ. В этом смысле опыт Северстали уже сейчас готовы перенимать многие. Особенности сегодняшней корпоративной благотворительности – то, что она становится системной. Системная – это если на таком очень простом языке, это когда дают удочку, а не рыбу. Это то, что позволит потом и обществу тоже устойчиво развиваться и не зависеть каждый раз от некоторых донейшнс, некоторых пожертвований, которые дает бизнес крупный или какой-то другой. В этом году Петербургскому форуму исполнилось 18 лет. И, как шутили некоторые участники, он стал совсем взрослым и может составлять конкуренцию прославленному Давосу. Все отмечают отличную организацию – питание, размещение, сервис. Отдельная тема – безопасность. Это только кажется, что бизнесмены из списка «Форбс» и политики мирового уровня никем не охраняются. На деле на форуме нешуточная пропускная система, в заливе стоит военный корабль, а в воздухе баражирует вертолет. Однако атмосфера почти праздничная, ведь главные опасения не оправдались. Политическая конфронтация не сделала форум менее представительным. Осталось только дождаться, когда все благие идеи начинания воплотятся в жизнь.